Здравствуйте! В эфире обзор прессы. О чем пишут газеты и сетевые СМИ, расскажу вам я, Екатерина Грецун. Война за нефтяной рынок Европы, вспыхнувшая после самоуверенного выхода России из Союза ОПЕК+, в марте, похоже, завершается в пользу Саудовской Аравии. Сделка по сокращению добычи заключенная Саудовской Аравией и Россией в рамках соглашения ОПЕК+, может стать лишь коротким перемирием в ценовой войне, развязанной саудитами в марте, предупреждает финанс.ру со ссылкой на S&P Global Ratings. РИАД может вернуться к практике двузначных скидок на свою нефть, выдавливая с рынка российских конкурентов, как только ситуация с ценами нормализуется. В этой войне взята некая пауза. Обоим игрогам, собственно, и Саудовской Аравии, и России, невыгодно в данной ситуации продолжать эту ценовую войну. Цитирует ТАСС директора направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александра Грязнова. По его словам, война за рынки может возобновиться, когда нефтяные котировки вернутся к 50-55 долларам за баррель. Согласно прогнозу S&P, это может случиться уже в 2021 году. На текущий год в агентстве ждут среднюю цену Brent в 30 долларов за бочку с последующим ростом до 50-55 долларов в 2021-2022 годах. Напомним, Саудовская Аравия вернулась к практике демпинга после того, как Россия отказалась сокращать добычу нефти на заседании ОПЕК-Плюс в начале марта, шокировав ближневосточных нефтяных министров, аналитиков рынка и даже российских нефтяников. Апрельские партии Государственная нефтяная компания Королевства «Саудиорамка» начала продавать с рекордными скидками 7 долларов для Азии и 10,25 доллара для Европы, где Саудовская нефть конкурирует с российской Юралс. Одновременно Риад на четверть увеличил добычу до 12,3 миллионов долларов баррелей в сутки и почти вдвое экспорт до 10 миллионов баррелей в день. Этому предшествовал телефонный разговор между наследным принцем Мохаммедом Бен Сальманом и президентом Владимиром Путиным, который проходил на повышенных тонах и был воспринят очень лично, рассказали источники с саудовской стороны. Заполняя хранилище при отсутствующем спросе, который в одночасье рухнул на 25%, саудиты обрушили цены физической нефти в Европе почти до уровней дефолта России в 1998 году. Юралс падала до 10,5 доллара. В США нефтяной рынок пережил инсульт с падением котировок до беспрецедентных минус 37 долларов за баррель WTI. В мае Саудовская Аравия увеличила скидки на нефть, ударив по азиатскому рынку, где российские нефтяники искали спасения от карантина в Европе. В результате цены посыпались и там. Сахалинский сорт сокол, который всегда торговался с премией к бенчмарку Аман-Дубай, пришлось продавать на 10 долларов дешевле. Хотя новое соглашение ОПЕК-плюс вступило в силу с 1 мая, фактическая пауза в ценовой войне стартует лишь с 1 июня. На саудовские отгрузки в этом месяце резко вырастут цены для всех рынков. Война объемов принесла саудитам немалые плоды. По данным Bloomberg, в апреле саудовские поставки в Китай выросли вдвое. В США достигли 1 млн баррелей в сутки. Максимума с августа 2018 года. На крупнейший нефтяной хаб северо-западной Европы Роттердам в апреле поступило 1,42 млн тонн саудовской нефти. Вдвое больше, чем в марте. Поставки российского сорта Юрлс, напротив, рухнули на 41%, до 935 тысяч тонн. Польша практически полностью отказалась от морских поставок сырья из России. Поставки саудовской нефти в Польшу при этом выросли на четверть. Бороться за рынок российским нефтяникам оказалось сложно. В конце апреля поставки в Европу стали убыточными с учетом расходов на транспортировку. В Госдуму внесли законопроект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров, пишет коммерсант. На рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект о возможности закупки России дефицитных товаров без учета контрсанкций в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Документ представляет собой поправки в закон о мерах воздействия противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств. В особых условиях, как показал опыт распространения пандемии коронавирусной инфекции, существует риск возникновения дефицита на отдельные товары или компоненты для их производства, на которые введен запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ в соответствии с указанным законом, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Условия ввоза и перечень товаров, не попадающих под контрсанкции, авторы законопроекта предлагают определить правительству. Авторами документа стали члены Совета Федерации Константин Косачев и Сергей Кисляк. Напомним, в конце апреля Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19. Свои предложения по изменению законодательства сенаторы должны были представить до 15 мая. Правительство России поддержало проект поправок в УПК, прописывающий, что считать предпринимательскими преступлениями. С инициативой выступило законодательное собрание Ленинградской области. Законопроект внесен в Госдуму и готовится к первому чтению, пишет Российская газета. По данным судебного департамента, при Верховном суде России в прошлом году по экономическим статьям Уголовного кодекса всего было осуждено 7700 человек. Из них отправились за решетку 896 человек. Как уточняют в Верховном суде России, 7700 человек – это 70% из всех, кто предстал перед судом по экономическим статьям. Дела остальных были прекращены по различным основаниям. При этом, как указывают правоведы, иногда грань между экономическим преступлением и обычным достаточно тонка. Например, нередко предпринимателей обвиняют по статье «мошенничество». И следователи в таком случае пытаются всех уверить, что речь идет об обычной уголовной афере. Такой же, как, скажем, игра в наперстки, организация лохотрона или продажа чужой квартиры. Тогда на обвиняемого не распространяются гарантии, предусмотренные для бизнеса. Закон защищает бизнесменов от необоснованного давления. Есть преступление – человек должен ответить. Но нельзя превращать расследование уголовного дела в форму давления на бизнес. Допустим, запрещено изымать у фирмы всю аппаратуру и документацию при расследовании экономического дела. Есть подозрение – пусть следствие разбирается. Но оно не вправе парализовать работу компании. Закон уже достаточно давно запретил держать в СИЗО обвиняемых в экономических преступлениях. В прошлом году в статью ОПК «Заключение под стражу» была внесена поправка, конкретизирующая, кого именно считать предпринимателем и нельзя арестовывать. Так была устранена лазейка, позволявшая отправлять в СИЗО бизнесменов даже после введения запрета. Но, как заметили депутаты из Ленинградской области, в других статьях Уголовно-процессуального кодекса остался пробел. Он позволяет, в том числе, вопреки запрету, изымать на фирме компьютеры. Конечно, следователи вправе изучать содержимое компьютеров любой фирмы. Но расследование не должно убивать компанию. А если забрать аппаратуру со всеми договорами, бухгалтерией и прочим, работа встанет. Поэтому, когда речь идет об экономических преступлениях, следователям требуется дополнительное обоснование, чтобы изъять электронные носители. Допустим, надо провести экспертизу самих компьютеров. Но в таком случае правоохранители обязаны дать возможность предпринимателям скопировать информацию с изъятых гаджетов. Если же особых обстоятельств нет, то технику надо оставить бизнесменам, просмотрев прямо на месте то, что нужно. Такие нормы были введены, чтобы улучшить деловой климат. Российские санатории откроются 1 июня. Роспотребнадзор смягчил требования к организации работы здравниц. С начала лета в стране откроются санатории Краснодарского и Ставропольского края. После 15 июня – здравницы Крыма. Теперь возобновлению их работы не помешают чрезмерные требования. 20 мая Роспотребнадзор опубликовал новую редакцию рекомендаций к работе санаториев, в которой максимально учтены предложения депутатов и экспертов, сообщает парламентская газета. Отдохнуть в курортном учреждении, согласно новым рекомендациям, смогут только граждане, которые не позднее, чем за два дня до выезда, предоставят отрицательные результаты тестов на коронавирус. Без справок об отсутствии COVID-19 не допустят к работе и сотрудников санаториев. Селить в номерах постояльцев Роспотребнадзор предлагает по одному. Однако членов семьи и сопровождающих это ограничение не коснется. Есть и другие санитарные требования. Чтобы максимально ограничить контакты отдыхающих, питание должно быть организовано по номерам или по системе заказов. В столовых и кафе можно будет пообедать и поужинать, но при условии обеспечения социального дистанцирования. Санаторием также необходимо рассчитать вместимость пляжей и обеспечить возможность приобретения масок и перчаток. Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы, отмечается в рекомендациях. Кроме того, внутренняя отделка номеров должна позволять проводить влажную уборку и дезинфекцию не реже одного раза в день, а проветривание минимум один раз в два часа. В номерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции необходимо проводить сухую уборку стен и потолка и обработку оборудованием для обеззараживания воздуха. Последнее особенно важно. В старой редакции рекомендаций, разработанной ведомством, к санаториям предъявлялись чрезмерно жесткие требования, из-за которых здравницы могли не начать работу в начале июня, рассказала о парламентской газете депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб. В частности, были рекомендации по устранению ковровых покрытий, подвесных потолков, мягкой мебели, поскольку эти предметы не поддаются дезинфекции шваброй и тряпкой. Напомнила депутат, возглавляющая рабочую группу по вопросам поддержки санаторно-курортного комплекса в рамках Думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Но в постановлении правительства о требованиях классификации гостиниц от трех звезд и выше как раз предусмотрено комфортное размещение постояльцев, в том числе наличие коврового покрытия в номерах, в коридорах. На эти вещи уже затрачены колоссальные средства, а санаторием предлагалось просто содрать ковры и покрасить полы масляной краской, пояснила суть проблемы парламентарий. 15 мая депутаты направили в Роспотребнадзор обращение с просьбой смягчить некоторые требования к отрасли. Это был обзор прессы. Будьте в курсе событий, а я с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова